Всем доброе утро. Времечко уже около часа, даже может за час. Я как только сделала видео, сразу вот собралась, иду сейчас в магазин искать несколько топиков и несколько футболок. Желательно ещё посмотреть чемодан, потому что тот, который я смотрела, он оказывается в Москве, и доставка там почтой России от пяти дней, короче, нафиг надо, я не успеваю. Я ещё с утра смотрела билеты, авиабилеты, с нас взлетела, теперь билет стоит не 27-30, а 40, и это в лучшем случае 40, есть типа 57, просто там так получается, что я не знаю, когда мне выдадут визу, а надо отталкиваться от визы. Если мне дадут 21-22, это просто шикарно, но если это затянется на 24-25, я не знаю, что делать. Нашла на островке отель. Цена жесть. Ну, для меня это жесть. За две ночи, там получается 22 тысячи. Опять же, чтобы бронировать отель, а там оплата сразу, мне нужно точно знать, когда я вылетаю и прилетаю. Короче, какой-то замкнутый круг, не знаю, что делать, как будет правильно. Помогите. Ещё планирую сегодня разбирать балкон, вот то, что я вчера оставила, не успела доделать, потому что там всё осталось в ужасном виде. Плюс, давайте туда пойдём. Нет, всё-таки сюда. И желательно, чтобы я сегодня покрасила волосы. Всё, я уже не могу, потому что у меня вот эта штучка, которая должна быть здесь, она уже где-то ниже подбородка. Свет просто увафный. Я не знаю, получится у меня сегодня или нет. Короче, я не знаю. Я понимаю, что говорить постоянно «я не знаю» это очень глупо и неправильно. Но по-другому я не могу, потому что я действительно ничего не знаю. Всё-таки я приняла решение, такое взвешенное, как я уже говорила, ждать визу и оттуда уже отталкиваться. Вот. С покупкой билета. Понадобится мне отель или нет, но, скорее всего, понадобятся просто числа непонятные. Короче, как-то так. Времечко сейчас почти полшестого вечера. Я уже на пути домой. Мне ещё идти, не знаю, час. Как-то так. Короче, я села. Вон тут взяла йогурт такой в окея. Дима быстренько заехал, тут рядышком был, забрал у меня пакеты, поэтому покажу всё дома. Сейчас такая странная ситуация. Была я сразу в Телеграм отправила её, потому что, ну, блин, обидно стало. Зашла в магазин, там есть такой закуточек, где сумки, чемоданы продают. Просто выбираю, смотрю, что по габаритам калия компания относится, что там прописано, типа, размеры багажа разрешённые. Не девушка такая, девушка, а дешёвые чемоданы, типа, в той стороне зала или что-то такое. Я думаю, ну, про себя так, типа, что. Я ничего не сказала, просто посмотрела меня и поехала, фу, вышла с этого магазина. Ничего не стала дальше смотреть, хотя плюс-минус мне там приглянулся один чемодан. Вот. Так что вот такие вот дела. По окею походила тоже особо ничего не нашла. Взяла сардельки. Решила отдохнуть. Время уже почти пол седьмого. Я всё ещё иду. Ну, я так тихонько, не спеша. Кажется, тут так красиво, только людей нету. Абсолютно. Никаких. Я тут, знаете, что ещё думала? У меня на крайняк есть дорожная сумка. Но она такая большая. Единственный минус, там нет колёсиков. Вот. Ну, это, наверное, очень плохо, да? Для аэропорта. Я хомяку написала, сказала, нет. Ты что? Типа, это не вариант. Я просто не знаю, где уже искать чемодан. Я сейчас приду домой, посмотрю на сайтах. Я надеюсь, ветер не слишком сильный. Если сильный, то сильно извиняюсь. Если плюс-минус найду что-то приемлемое на сайте, закажу. Опять же, если оно не будет идти там 5 работе у дней или что-то такое. Я не знаю, сколько я уже хожу. А сейчас я посмотрю. Я забыла, что это в телефоне всё пишется. Ладно, приду домой, я уже точно скажу. Потому что, если я приду домой, я уже не выйду. Какой-то вот тучканье. О, люди появились. Всё, точно нужно идти. Стартуем. Ой, ну я сидела где? Ой, где? На лавочке где? Минут, ну минут 15-20. Не, 15 где-то, 10-15 минут. Всё, идём дальше. Домой! Ура! Желать нашла. Такой милый. Ай, забираю домой. Во время уже 22.25. Я чуть не уснула. Короче. Распаковка чек. Распаковка. Взяла носочки. Вот такие подклезни. Динь. Они типа вот такие вот. Чтобы не видно было. На запас пусть будет. Это в Модисе. И взяла вот такой вот топ. К сожалению, он был только в таком цвете. Но я не расстроилась. Как бы норм. Был бы белый или чёрный. Было бы лучше, конечно. Как бы классика. Но нормас. Тут есть чашечки, но они достаются. Они достаточно такие. Ну прям вот. Тонкие-тонкие. Окей, я взяла Дине папку. Потом скажу зачем. Или сам Дима расскажет. Водичка обычная. Взяла пантенол. Себе в аптечку. В поездку. Тут 45 грамм. Вот. Тоже там кто-то писал, что нужно взять на всякий случай. Вот, собственно, я взяла. И что меня порадовало. В Модисе какие-то скидки были. Я в итоге за всё в Модисе заплатила 1600 рублей. Но по факту я должна была заплатить. Сейчас посчитаем сколько. Вот такую футболку я взяла Дине. Такую. Она обычная, бежевая такая. Чуть свободная. Она стоила 800 рублей. Вот. Но опять же там скидки какие-то дикие были. Вот эта штукенция стоила, по-моему, 300 рублей. Тут нет ценника, он оторвался. Та-дам. Вот такая вот. Ну, он такой укороченный. Полутоп-полуфутболку, я бы сказала. Итого у нас уже 1100. Потом футболка за 900 рублей. Это уже 2000 должно быть. Сейчас покажу. Такая вот. Мне понравилась. Балкам. Тоже немножко оверсайз. Так. И последняя футболка. За 600 рублей. То есть я должна была заплатить 2600. Заплатила 1600. Ну, приятненько, приятненько. Вот такая вот. Тут, по-моему, написано мяу-мяу. Мяу-мяу. Ну, она такая цвета мокрого асфальта. Не оверсайз, просто свободная футболочка. Ну, собственно, всё. Я сейчас смотрю передачу ещё одну про Корею. Опасная работа в Корее. Смертельное производство. Идёт 3 часа. Поэтому я когда смотрю, буду ложиться спать. Так что всем пока-пока. Думаю, день сегодня получился и так длинным. Поэтому закончу сейчас. И та сапта. Пока.